Всем привет, друзья! С вами Андрей Хорев, канал Футбол это жизнь. Итак, друзья, месяц где-то назад вышел ролик под названием Футболисты через 5 лет. Я решил записать тогда пилотный выпуск, создал себя с рейтингом, ну там обычно, как по умолчанию, дается рейтинг для карьеры игрока. И неплохо так зашло, поэтому решил создать наш весь состав канала, который именно мы начинали с него. То есть сегодня, как вы уже поняли, по названию будет Максим. Если вы достаточное количество лайков наберете, я уверен, что вам заходит эта тема, будет выпуск про Святослава. Ну а дальше там уже будем решать, можем создавать кого-нибудь даже из фиферов, попробуем создать какой-нибудь, ну его любимый клуб такой, где он больше симпатизирует, и посмотрим, что с ним будет через 5 лет. Ну что же, это все только в идеях, так что давайте сейчас перейдем именно к Максиму. Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok проиграв два матча Манчестер и Юнайт в общей сумме 4-2, ну а Лигу чемпионов выиграла Челси в финале с Наполи 3-1. Ну а Лигу Европы выиграла итальянская команда Рома 1-0, в финале обыграли Монако. Ну а чемпионат мира выиграла Бельгия в финале, обыграв Италию 1-0. Сборная России не смогла даже квалифицироваться на этот чемпионат мира. Итак, чемпионом Италии снова стал Ювентус, 4 очка разницы до второй строчки, где находится Наполи. Суперкубок Италии проиграл Ювентус с счетом 1-2 Роме. Кубок Италии выиграла Аталанта, на финале обыгала Санкт-Дорио 1-2, которая обыграла Ювентус с счетом 4-3. Суперкубок УИФА и Суперкубок Европы выиграл Челси, обыграв Рому 2-0. Лигу чемпионов выиграл Ювентус по пенальти, обыграв в финале Манчестер Юнайтед 4-3. Лигу Европы выиграл Монако, обыграв в финале Ливерпуль 1-0. Итак, начался третий сезон и пришло сообщение о том, что Тоттенхэм хочет приобрести Максима Мельникова из Ювентуса. Зарплата 87 тысяч евро в неделю. Но и договорившись с Максимом, все-таки он решает принять это предложение. И теперь Максим Мельников игрок Тоттенхэма. Ну и Кубок Америки выиграл от Бразилии, обыграв в финале 2-1 Колумбию. Итак, в один из дней нам пришло предложение от Ливерпуля, чтобы мы перешли в их клубы. И Максим соглашается. Итак, третий сезон для Максима закончен. Он сыграл в двух клубах. Это в Тоттенхэме и зимой перешел в Ливерпуль. Но как мы видим, на равных сыграли эти команды в чемпионате Англии. Но все решилось именно в разнице мячей, где Тоттенхэм намного больше, буквально в два раза практически лидировал над Ливерпулем. Поэтому Ливерпуль на четвертой строчке. Кубок Англии выиграл Манчестер Юнайтед, обыграв 5-1 Астон Виллу. Ливерпуль вылетел в 1-2 от того же Манчестера Юнайтеда. Кубок Лиги Англии выиграл Эвертон, обыграв в финале Тоттенхэм с счетом 4-3. Суперкубок Европы выиграла Монако, со счетом 1-2 они обыграли Ювентус. Лигу чемпионов выиграл Тоттенхэм, обыграв в финале Манчестер Юнайтед. И Лигу Европы по пенальти выиграл Милан. А Ливерпуль вылетел в 1-4 от Ниццы. Сборная России не квалифицировалась на чемпионат Европы в 2020 году. Ливерпуль занимает пятую строчку, чемпионом стал Манчестер Юнайтед. Кубок Англии выиграл тот же Манчестер Юнайтед 2-1, обыграв в финале Арсенал. Кубок Лиги Англии выиграл снова Манчестер Юнайтед, обыграв в финале Арсенал. Суперкубок Европы выиграл Тоттенхэм, обыграв Милан 4-1. Лигу чемпионов выиграл Атлетико Мандрид, обыграв в финале 2-1 Манчестер Юнайтед. Лигу Европы выиграл Тоттенхэм, обыграв Ливерпуль Максима 2-0. Кубок Анфедерации закончен. Сборная Бразилия победила, обыграв в финале Бельгию 2-1. Начался пятый сезон, заключительный в нашей рубрике, и приходит нам предложение о трансфере от футбольного клуба Бавария Мюнхен, и Максим его подтверждает. Итак, это вот пункт, уже до конца нашей рубрики, и тут нам приходит предложение от футбольного клуба «Зенит». И Максим, как истинный болельщик этого футбольного клуба, решил принять предложение. Сборная Бразилия победила на чемпионат мира 2022 года. Итак, возвращение на родину дало о себе знать после буквально трех сезонов, не считая Суперкубкой Германии. Максим Мельников ничего не завоевывал с футбольными клубами, но вот здесь, от возвращения в Россию, и тут же за полгода он становится чемпионом России, отрыв 21 очко от второй строчки. Становится обладателем Кубка России, обыграв в финале Анжи 2-1. Суперкубок Европы выиграл Тоттенхем, обыграв 2-3 Атлетика Мадрид. Лигу чемпиона выиграл Манчестер Сити, обыграв в финале Спортинг 1-2. Лигу Европы выиграл Шальки, обыграв в финале Олимпиакос 1-0. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова